На Псалом 114 Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое. Кто скажешь, не любит, чтобы его слушали? Многие из людей мирских, они не хотят быть услышанными в том, что для них полезно, но просят бесполезного для них. А потом, когда их прошение исполняется, скорбят и ропщут. Полезно то, что признает и находит полезным для нас Бог. Назовешь ли голод или болезнь или что-нибудь другое подобное. То, что Бог признает полезным и подает нам, действительно полезно. Так послушай, что он сказал Павлу. Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя в немощи совершается. Для чего были полезны гонения для него, скорби, притеснения. Услышав, что это полезно для него, апостол и сказал. Поэтому благодарю Бога в немощах, в обидах, в изгнаниях. Итак, не всякий может радоваться, когда внемлет ему Бог, подающий полезное. Многие желают бесполезного и утешаются этим, а пророк не так. Но что? Он любил, что Бог слушал его, подавая ему полезное. Преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Опять человеческими выражениями он означает мановение Божие. Выражает этими словами нечто другое. Именно говорит, я не достоин того, чтобы быть услышанным, но он сам снизошел ко мне. И я призову его во дни мои. Что означает во дни мои? Будучи услышан, говорит, я не отступлю, не сделаюсь беспечным. Но во все дни мои буду исполнять это дело. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Видишь ли оружие сильное? Видишь ли утешение, разрушающее всякую скорбь? Видишь ли душу, пламенеющую любовью к Господу? Смысл слов его следующий. Для избавления от окружающих меня зол, для меня достаточно призвать Бога. Почему же мы часто призываем и не избавляемся от бедствий? Потому что не призываем так, как должно призывать. А что Бог всегда готов подавать, об этом послушай, как он сам говорит в Евангелии. Если из вас такой отец, чтобы когда просит сын его хлеба, дал ему камень, и просящему рыбу подал бы змею. И если вы, будучи злыми, умеетесь доброе даяние давать детям вашим, так альмипачи отец ваш небесный подаст благо просящим у него. Видишь ли, какова его благость, когда наше сравнение с ней оказывается лукавством. Если же таков наш Господь, то будем всегда прибегать к нему и его одного призывать в помощники. И найдем его, готовым спасать нас. Если потерпевшие кораблекрушения и несущиеся на досках, призывая людей, находящихся вдали, немедленно располагает их в человеколюбие, хотя не имеет с ними ничего общего. Но стали известны им только по случаюшемуся несчастью, то тем более Бог, человеколюбивый и по существу своему благий, избавит находящихся в нечестии, если только они захотят прибегнуть к нему и искренне призвать его, оставив надежды человеческие. Поэтому, когда ты подвергнешься какому-нибудь неожиданному бедствию, не падай духом, но тотчас восстань и прибегни к безмятежной пристани, несокрушимой защите, к помощи Божьей. Он для того попустил тебе подвергнуться бедствию, чтобы ты призвал его, но многие тогда особенно и падают и теряют бывшее у них благочестие, между тем, как следовало бы поступать напротив. Он весьма любит нас, потому и попускает нам подвергаться скорбям, чтобы мы искренне прилиплялись к нему, как матери, устрашая непослушных детей различными страшилищами, заставляет их прибегать к своим недрам и делает это не с тем, чтобы огорчать их, но чтобы привязать их к себе. Так и Бог, всегда желая привязать нас к себе, как сильно любящие или больше всякого любящего, попускает тебе впадать в такие нужды, чтобы ты постоянно упражнялся в молитве, постоянно призывал его и оставил все прочее, помышлял о нем. Тогда призвал я имя Господне, Господи, избавь душу мою. Видишь ли, любомудрый душу, видишь ли, как он, оставив все житейское, просит только одного, чтобы душа его осталась невредимой, не потерпела ничего пагубного для нее. Действительно, когда душа в хорошем состоянии, то все прочее придет само собою, а когда она не в хорошем состоянии, то всякое другое благоденствие не принесет нам никакой пользы, потому нам должно и делать, и говорить так, чтобы она спаслась. На это указывает и Христос, когда говорит «Будьте мудры, как змии». Как змии выставляют все свое тело, чтобы только спасти голову, так и тебе нужно оставить все прочее для спасения души. Ни бедность, ни болезнь, ни самое главное из всех бедствий смерть не могут повредить подвергшемуся им, когда спасена душа. Равно как и от самой жизни не получишь ничего доброго, когда душа расплилась и погибла. Вот почему пророк, оставив все прочее, говорит только о душе и просит, чтобы она была подвергнута не строгому суду и избавлена от невыносимых наказаний. Милости в Господе праведен, и Бог наш милует. Видишь ли, как он научает слушателя не отчаиваться и не предаваться беспечности. Он как бы так говорит «Не отчаивайся, потому что Господь милостив, но не будь обеспечен, потому что Он праведен». Таким образом, Он и предостерегает от беспечности и истребляет отчаяние, с той и другой стороны устрояя наше спасение. 341. Далее. «Указывая на готовность Божию к помилованию, пророк прибавляет «Бог наш милует». Хорошо сказал Он, «Бог наш, противоположность богам, о которых Он упомянул прежде, тем свойственно заколать, убивать, непримиримо враждовать, а Ему миловать, прощать и всегда избавлять от опасностей». Это особенно, между прочим, и доказывает, что те бесы и губители. А Он промыслитель, защитник и Бог истинный. «Милостив Господь и праведен, и милосердь Бог наш, хранит Господь простодушных, я из немог, и Он помог мне». Здесь пророк указывает на высочайший вид его промышления. Сказав «Милостив Господь и праведен, и милует», Он показывает действие величайшего Его человеколюбия. Какое? В отношении к младенцам. О, мы имеем разум, научающий нас остерегать одного и избирать другое, предотвращать угрожающие бедствия и облегчать постигшие нас. Мы уже приобрели силы, знаем способы. А дети лишены всего этого и беззащитны. Но над ними всегда бодрствует промысл Божий. И если бы они не были постоянно под Его покровительством, то все погибли бы. Младенца и змеи умертвил бы еще в пеленках. И домашняя птица, и многие из присмыкающихся, живущих в домах. Ни кормилица, ни мать, ни кто другой не мог бы иметь совершенно достаточного за ними присмотра, если бы они оставались без высшего промысла. Впрочем, некоторые думают, что здесь говорится о зародышах, еще не вышедших из чрева матери. Смирился, я изнемог, и он помог мне. Не сказал, он не допустил подвергнуться опасности, но спас после того, как они постигли. Сказавший о промысле Божьем вообще, пророк говорит о нем и в отношении к собственному лицу. Как обыкновенно он доказывает и общими примерами, и частными. Итак, не ищи ты жизни совершенно безопасной. Она не полезна для тебя. Если она была не полезна для пророков, то тем более для тебя. А что она действительно была не полезна, о том, послушай, как он говорит. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Здесь высказывается двоякая благодарность. За то, что Бог попустил подвергнуться опасности, и за то, что не оставил подвергшегося опасности. То и другое есть вид благодеяния. И первый не меньше второго. Но если сказать нечто удивительное, даже больше. Потому что последний избавляет от опасности, а первый делает душу более любомудрую. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и он помог мне. Возвратись, душа моя. Спокой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез, и ноги мои от преткновения. В историческом смысле эти слова означают некоторые дивные избавления, успокоения и освобождения. А если принимать их в переносном смысле, то избавление здесь может означать отшествие из вешней жизни и указывает на это успокоение. Действительно, смерть есть освобождение от всех неожиданных бедствий. И скончавшийся с доброю надеждою уже не подлежит неизвестности, но находится в безопасности. Хотя смерть произошла от греха, но Бог обратил ее к нашему благу. Потому же он не ограничился только ей, но и самую жизнь сделал трудную, дабы ты знал, что он не допустил бы и первой, если бы своей премудростью не мог обратить ей величайшую нам пользу. Сказав, в день, в который вкусишь, смертью умрешь, он не ограничился этим наказанием, которое заключалось в словах, но земля ты и с землю отойдешь. Но он объявляет и другое, в поте лица твоего будешь есть хлеб твой, тернии волши возрастить тебе она, в печалях будешь есть. И жене говорит, умножай умножить скорбь твою и воздыхание твое, в болезнях будешь родить детей. Первого недостаточно было для того, чтобы вразумить их. А таким образом мы видим, многие исправляются. Смерть, постигая людей, делает их бесчувственными, а эти бедствия делают живых лучшими. Если же смерть представляется страшной, то причина этого слабость людей. А что действительно страх происходит от слабости, то послушай Павла, который просил себе смерти и радовался ей, разрешится и быть со Христом, говорит, что несравненно лучше, еще радуясь и сорадуясь всем вам, так же и вы радуйтесь и сорадуйтесь со мною. А противным тому тяготился. И не только, говорил он всем, но воздыхаем, желая усыновления, избавления телу нашему, еще находясь в теле, «Воздыхаем, будучи отягощены». 342. Видишь ли, какое благо любомудрее! Что другим кажется достойным слез своему вожделенно, а что другим кажется достойным радости и веселья, о том он воздыхает. Действительно, не достойно ли воздыханий быть в стране чужой, вдали от своего отечества? И не достойно ли радости скоро возвратиться в тихую пристань, достигнуть горнего жилища, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Но скажешь, возможно ли это для меня, грешника? Вот видишь ли, что не смерть причиняет скорбь, а не чистая совесть. Поэтому перестань грешить, и смерть будет для тебя вожделенную. Очи мои от слез! Справедливо сказано это. Там нет ни печали, ни уныния, ни плача. И ноги мои от преткновения. Это важнее первого. Что? То, что мы избавляемся не только от скорби, но и от козни и обольщения. Скончавшийся с добрыми делами стоит на камне, достиг пристани и избег всех препятствий, свободен от всякого страха и смятения, пребывает в постоянном спокойствии, отшедший отсюда таким образом. Благоугожду Господу в стране живых. И мы будем восхищены на облаках, в свете не Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. Хорошо сказал пророк в стране живых. Та жизнь есть истинная жизнь, чуждая смерти, исполненная чистых благ. Когда, говорит апостол, будет упразднено всякое начальство, и всякая власть, и сила, то последний враг истребится к смерти. Когда все это упразднится, тогда не останется ничего прискорбного, ни забот, ни трудов. Все будет радостью, все миром, все любовью, все спокойствием, все весельем, все истинным, искренним и твердым. Тогда не будет никаких недостатков, ни гнева, ни скорби, ни любостяжания, ни сладострасти, ни бедности, ни богатства, ни бесчестия. И ничего другого подобного. Будем же и мы стремиться к этой жизни и делать все для нее. Потому и в молитве нам заповедано говорить, да приидит царствие твое, чтобы мы всегда представляли себе тот день, кто проникнут этой любовью и питается надеждой этих благ. Тот не сокрушается никаким из настоящих бедствий, не возмущается никакой из здешних скорбей. Как идущие в царственный город не задерживаются ничем на пути, ни лугами, ни садами, ни пропастями, ни пустынями. Но не обращая внимания на все это, одно только имеете в виду, ожидающие их Отечества. Так и тот, кто ежедневно представляет себе небесный град и питает любовь к нему, ничто трудное не будет считать трудным. И ничто приятное и славное приятным и славным. Что я говорю, не будет считать? Он даже не увидит этого, имеет другое зрение. Такое, какое заповедовал Павел, сказав, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Видишь ли, как он изобразил тот же путь, другими словами. Итак, будем стремиться к тем благам, чтобы достигнуть их и насладиться вечной жизнью, которой досподобимся все мы. Благодати и человека любим Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.